Ну так, очень ждали этой игры, очень волновались, потому что не было четкого понимания, с кем играем, кто нам противостоять будет. Видели только на сборах две игры ихние, поэтому понимание было очень маленькое. Но я рад, что мы ту информацию, которую имели, мы ней воспользовались и добились результата, который на сегодняшний день нас устраивает. Но еще есть ответ на игра и можно сказать, что шансы 50 на 50. Ваши вопросы? Пожалуйста, представляйтесь, будем знакомиться. Алексей, Терра, Азио-Столица. То, что Динамо последний раз выходило в финал 6 лет назад, а выигрывало кубок 16 лет назад, это как-то лично вас, команда, мотивирует? Ну вообще нет, вы понимаете, я всегда говорю, что кубок это самый короткий путь к трофею. Поэтому мы настраиваемся на эти игры, на этот короткий этап игр. Мы хотим добиться, выиграть кубок, хотим добраться до финала. Будем делать все для того, чтобы у нас это получилось. Здравствуйте, Роман Михайлович, Максим Стопом. Здравствуйте. Роман Михайлович, первый матч сезона на стадионе с искусственным газоном. Как игралось? Ну, я же вам сказал, волнение было определенное. Непонимание, именно непонимание того, с чем мы столкнемся. Соперник нас сегодня даже удивил игрой двух форвардов. Мы не ожидали. Все игры, которые мы просмотрели, они играли в одного форварда. Сегодня они играли в два форварда. Играли, выглядели агрессивно в атаке. Ну, я рад, что мы справились с этим. То, что касается искусственного газона. Ну, мы уже тренируясь в Турции, понимали, что первые игры мы будем играть на искусственном поле. И сегодня газон был хороший. Нам очень понравился. Мы первый раз его видели. Хотелось бы, конечно, еще добавить ко всему этому. Мы хотим поблагодарить своих болельщиков. Информацией, которой я владею. Они долгое время нас не посещали. Сегодня они нас посетили. Мы хотим их поблагодарить за то, что они пришли. За то, что нас поддержали. В любом случае, мы играем для болельщиков. И мы очень рады были их видеть сегодня на стадионе. Будем делать все возможное, чтобы их было все больше и больше.